Рабочие поездки позволяют членам правительства на месте определять ключевые проблемы и находить пути их решения. В Аликовском районе республики строят новый детский сад и готовятся расширить площади средней школы, носящей имя Ивана Яковлева. Ход работ проверила министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Подробности в нашем материале. Дата ввода в эксплуатацию детского сада изначально была назначена на 30 августа, но подрядчик не успевает. Причина сбоя в работе – некорректно сделанная проектно-сметная документация. В ней не учли ряд важных моментов, в том числе газовые сети, которые мешали строительству. Их пришлось перекладывать, стройка в это время стояла. Новый срок сдачи очень важного социального объекта – 1 ноября. В принципе, половина здания сейчас уже заштукатурена, кровлю сейчас, материалы должны вывести на пол здания, уже мы кровлю оттуда начинаем. Мы окна начали ставить. Там бассейная часть, чаша бассейна залита. Мы его сейчас кровлю делаем, начинаем уже полностью внутри отделку. Правительство держит ситуацию под контролем. Еще одна проблема – нехватка ученических мест в Аликовской средней школе. Она переполнена, ведь здесь обучаются более 700 человек из 40 деревень Аликовского и Вурнарского районов. Две смены и разные помещения явно не способствуют качеству обучения. Решением проблемы может стать строительство нового пристроя. Так поступили в селе Шигарданы Батревского района. Около 300 наших детишек обучаются в приспособленных помещениях здания бывшего интерната, который был построен еще в конце 70-х годов. К сожалению, он не соответствует этот корпус ни санитарным нормам, ни ряду других норм, пожарных норм. И мы видим, что это сказывается и на качестве обучения и привлекательности нашей школы. В ходе поездки обсудили организацию горячего питания в школе. Здесь хотят отказаться от услуг извне и перейти на собственное приготовление блюд. Прецедент такой есть в столичной школе номер 61. Но этому должна предшествовать большая подготовительная работа. Новый пищеблок должен отвечать всем новым требованиям. И это одна из лучших столовых. И мне кажется, я совершенно хорошо на это смотрю. И мы тоже вас поддержим, если вы пойдете по этому пути. Попросим, чтобы посмотрели на месте и сразу вам помогли отстроить. Чтобы вы понимали, как формируется логистика, какие люди, какая зарплата, какие документы в школе должны быть. Для того, чтобы вы зашли с 1 сентября, если примете решение, на систему полностью содержания. Обсудили и другие вопросы, касающиеся организации учебного процесса в школах Аликовского района. Ульяна Пятакова, Георгий Кривошейн, Республика.